Великие блухи, Россия. Ютубы говорят, что если готовишься час к видео... Ну, в общем-то... Я великий блухер, наверное. Не знаю. Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моём канале Lifebook.be. Оля Ви, я Оля, соответственно, Ви. И на этом канале я рассказываю немножко о нашей жизни в Израиле, снимаю влоги, и у меня есть также информативные видео распаковки с iHerb, всякие женские штучки. И сегодня я решила всё-таки собрать всё барахлишко в доме, которое я заказала с одноимённого сайта, название которого вы видите в этом видео, в принципе, в названии этого видео оно само говорит за себя. И я решила поделиться всё-таки всем тем хорошим, и не очень, потому что, ну, не всё в нашей жизни идеально, баланс ключ всего. Поэтому я в этом видео хочу с вами поделиться в большом смысле самыми классными моими находками на сайте Алиэкспресс. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Знакомство моё с этим сайтом началось где-то, может быть, если не соврать, года. Сегодня у нас что, конец 21-го? Ну, точно как два года. Вообще, раньше мы любили заказывать с сайта eBay. И на самом деле, я ещё вот буквально год назад заказывала оттуда, потому что, ну, не всё есть на Алиэкспресс. И слышали сайт вообще Алиэкспресс, вот это вот название, оно меня, если честно, насторожило. То есть у меня Алиэкспресс равнялась дешёвка, лохотрон, ещё какие-то такие всякие разные эпитеты, которые, знаете, не очень-то я хочу с собой ассоциировать. И я вот так вот отстранялась вообще от этого сайта. Потом, через некоторое время, я, знаете, так слышала от той девушки, от этой девушки, от этого знакомого, что, в принципе, с Алиэкспресс приходят даже очень неплохие вещи. И, кстати, первое, на что я... У меня, кстати, здесь списочек, я тут обложилась всем самым нужным и не очень. Первое, что я заказала, это трипод, это вот эта вот тринога, или как это ещё называется на профессиональном языке. Вообще, все ссылки на все товары я и похожие я оставлю внизу. И обязательно я что-то забыла, ну, 100%, потому что заказываю я там достаточно часто. И, на самом деле, всё будет внизу. И если вам что-то интересное, вы просто можете поставить на паузу, спуститься вниз, раскрыть описание и кликнуть на тот или иной товар. Я заказала треногу, на которой сейчас, в принципе, стоит мой телефон. И это одна из лучших покупок. Давайте ещё сразу оговоримся, что цены я не буду говорить, то есть то, что я вспомню, то я вам буду говорить. Ну, и тем более, что цены меняются постоянно. Я вот это уже увидела сейчас с новогодними игрушками, которые сначала стоили 35 долларов, а на чёрную пятницу они стоили 23 доллара. Что-то в этом роде. Поэтому цены, в принципе, здесь нерелевантны. Но мы понимаем, что всё, что я заказывала с Алиэкспресс, мне было намного, ну, или же просто выгоднее, чем бы я заказывала здесь у нас в Израиле даже онлайн. Вот этот вот трипод, на котором стоит мой телефон, он просто потрясающий. Он очень лёгок в эксплуатации. Он достаточно такой, знаете, качественно сделан. И вообще в последние пару месяцев я для себя таки уже скоординировала пульт, с которого, то есть я поженила пульт от треноги, вот этого трипода с моим телефоном. И могу делать сейчас фотографии. Кстати, почему я об этом сейчас забыла? Ну, не важно. Так вот, если вы хотите снимать что-то, и у вас должен быть пульт, вам нужен пульт для телефона. То есть если я, например, вот сейчас я начала снимать стилистические видео, и это мне очень-очень сильно удобно, когда просто стоишь в двух-трёх метрах у телефона, не подбегаешь, там ставишь на таймер, да, вот этот вот, то, что мы знаем, а просто щелкаешь на кнопку пульта, и телефон, в принципе, вас фотографирует. Это очень классно, очень удобно. Ещё вторая штука, это я заказывала вместе, это вот такая вот лампа, которую вы можете прицепить куда угодно. Здесь у вас есть три режима, она работает от USB, видите, здесь нет розетки, что тоже очень удобно. Сюда вы вешаете телефончик свой. С этой лампой я провожу прямые эфиры на YouTube. Ой, боже мой, ну, наверное, это скоро свершится, прямой эфир на YouTube. Если вы хотите выйти со мной в прямой эфир, то бишь лицезреть его, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я провожу прямой эфир в Instagram, кстати, давно этого не делала, это я это очень люблю, не знаю, почему я этого не делаю. Я обычно вот там вот привешиваю, видите, вот моя кровать, и я просто цепляю вот этой вот штучкой на кровать, вот так вот себе регулирую, вот это вот всё регулируется. И здесь, я уже ещё раз повторю, в этом колечке есть три режима света, там, знаете, тёплый, холодный и какой-то натуральный. Очень классная вещь, вот здесь вот кнопочки, тоже суперская вещь. Даже, знаете, даже я не хочу говорить вам, что это надо типа блогерам, но, во-первых, мы все немножко блогеры. У всех, у кого есть страница Маламальская в Instagram, и если он даже там заливает туда фотографии, посты и посты, и что-то там пишет, ты уже блогер. Ещё хочу вам сказать, у нас была такая достаточно не очень приятная ситуация. Мы купили дрон, да, дрон. Мы купили вот этот вот квадрокоптер перед поездкой на Мальдивы. Это было в ноябре 2019 года. Мы летели 7 января 2020. Ещё так очень классно, очень так технично мы успели перед тем этим балаганом слетать просто в отпуск нашей мечты. Наверное, мечты каждого человека, живущего на этой планете. Ну так, по крайней мере, мне кажется. И вообще всем людям желаю на этой планете побывать на этих чудесных островах. Это просто какая-то сказка. Мы заказывали дрон, и мы заказывали до 70 долларов, потому что более 75 долларов в Израиле вы платите уже НДС. Мы что-то как-то не хотели. И, в общем-то, мы выбрали себе этот дрон. И там, в принципе, было так, знаете, тютелька-в-тютелька вам должно было прийти в начале января. То есть у вас всегда есть какой-то определенная, определенная дата товара. То есть дата прихода товара, получения вами товара. Мы заказывали его в конце ноября. И, в общем-то, дрон пришёл наш в Акурат где-то в начале марта. То есть я даже не могу себе представить, какие красоты мы могли бы снять на Мальдивах. Но, видимо, из-за того, что я ещё не вернулась туда на YouTube, видимо, ребята сказали так, дрон пока что семье Винокуровых не нужен. Естественно, забрали деньги. То есть я вела переговоры с сайтом и с ребятами, которые его посылали. В общем-то, деньги я вернула. Дрон. Если честно, у него какая-то такая, знаете, судьба, такая судьбиношка. Он лежит у нас там наверху. Знаете, есть такое вот место в любой квартире, где вот лежит всё, барахлишко. Там какие-то ёлки и так далее. Ну, типа, как подвал. И время от времени я всё-таки говорю мужу, давай, может быть, ты как-то его уже оприходишь. Может, ты что-то с ним сделаешь и так далее. В общем-то, он там лежит. Это, в принципе, самая такая, знаете, покупка, которой мы ею не наслаждаемся в полной мере. Хотя, может быть, и зря. Дальше. Я, так, что у меня... Наверное, я пойду по... У меня здесь я вам хочу показать. У меня здесь список, который постоянно добавлялся, который мне тут... Да, я вообще человек списков. Как-то раз я вам покажу в каком-то влоге, я вам покажу все свои дневники. Хотя немножко я уже от этой стратегии ухожу, отхожу и так далее. Хочу вам показать. Вот у меня первым номером идёт подсвечник. У меня таких есть три. Кстати, фоточки, которые у меня... Которые у меня будут в телефоне. Я буду здесь у тебя вставлять, чтобы вы видели, как это... И как это наглядно выглядит. Вот такие вот подсвечники. Это шло, конечно, без свечей. Свечи потом как-то появились в нашем доме, докупились. Вот таких вот три подсвечника абсолютно классных. Вот это вот всё раскручивается. То есть оно всё пришло не вот так, а всё пришло в разложенном виде, раскрученном, в разобранном виде. Я всё это скрутила. Потрясающе. Свечки капают, соответственно, всё очень классно отмывается. Так, дабы свечка не ткнуть вам в глаз. Вот, смотрите. Оно всё... Ну, просто потрясающе выглядит. Классное, суперское качество. Здесь вот такие вот штучки, дабы это не скользило по столу. Очень красиво. Я раньше вообще не понимала немножко этих подсвечников и вот этого всякого такого декора. Очень рекомендую, очень советую, кто любит вообще вот этот вот весь декор и всё, знаете, эстетика, инстаграм, инстаграмная вот эта вот эстетика. Я всем очень советую полазить и поштудировать этот сайт, потому что вот все, кто этим занимается, в принципе, там можно найти очень даже приличные вещи за достаточно бюджетные деньги. У меня здесь, о боже, белку. Мы своровали белку с... Так, это ёлка вообще ребёнкина. Это не наша... Это не главная ёлка страны, которая называется царство семьи Винокуровых. Короче говоря, это ёлка, которая Элькина как бы. Я её сюда вот так поставила, дабы у нас уже было праздничное строение. И также я приселся за себе в воду, потому что я знала, что я буду трындеть просто без остановки. Здесь у меня в таких вот икеевских стаканах, которые все знают. У меня хранятся здесь два набора... Почему сейчас скажу два? Два набора... Столовых наборов от Алиэкспресс. Итак, я вам сразу скажу, что я ими не очень довольна. То есть я ими довольна по стоку-поскоку. Сколько вот они стоили, по-моему, каждый из них, опять же, не буду вам говорить, потому что есть много-много всяких разных версий этих наборов. Просто триллионы цветовых сочетаний. То есть видите, вот у меня там серебро с розами... С розами. Серебро с розовым. Здесь у меня золото с белым. Есть очень много сочетаний. По-моему, у меня вот эти наборчики стоили около 30 долларов. Что-то в этом роде. Я вам скажу, почему я ими не довольна. Потому что... Вот сейчас я вам покажу. Ну вот, мы же ими пользуемся, да? У меня, значит, нет посудомойки. Я все мою руками. И, конечно же, это все сделано из нержавейки. Но вот посмотрите, они вот здесь вот отбиваются, да? Они отбиваются. Вот эти вот... Ну, оно иногда по краям отбивается. Вот здесь вот очень некрасиво так отбилось как-то. Вот видите, вот эта вот краска отходит. Есть, кстати, без краски. И тогда у вас нет никакого страха, что что-то там отобьется, оторвется и так далее. Но, в принципе, я вам хочу сказать честно, что по деньгам, по value for money, по тому, что сколько я заплатила за эти наборы и как мы ими пользуемся, в принципе, я довольна. Потому что это красиво, это удобно. И вот эти вот ложки достаточно такие нестандартные, круглые. Тоже, в принципе, нормально с них есть суп и так далее и тому подобное. Значит, в этом наборе шли только... Я все заказывала... Боже мой, что это за муха отвратительная? Рокки, привет, здрасте. Заглядываю, что я тут делаю, что я тут вещаю. По-моему, у меня было, да, 6 по 6. У меня всего по 6. 6 ножей, 6 вилок и 6 маленьких вот таких вот десертных ложечек. И в этом наборе у меня тоже всего по 6. Единственное, что я, конечно, вот таких вот 2 вилки мы забыли. Вот в Тель-Авиве мы ездили в Тель-Авиве. И мы любим, когда мы куда-то ездим, мы любим брать с собой... В общем-то, тоже для такой, для эстетики мы любим с собой брать бокалы для вина или для шампанского наши из дома. Либо же, вот, короче, я взяла вилки, видите, они так вот... Вот так вот подерлись, и 2 вилки я посеяла в Тель-Авиве, оставила. И что здесь? То есть тоже 6 ножей, 6 ложек. Вот 6 ножей, 6 ложек. 6 маленьких ложечек. И, самая милота, 6 вот таких вот маленьких десертных вилочек. С них очень-очень приятно есть какой-то маленький-маленький тортик. Или же, ну, в общем-то, вы найдете, чем есть. И, кстати, элька у меня тоже, она у меня, кстати, переходит уже на большие вилки. И я иногда даю, ну, или для фруктов, да. Я вот когда фрукты режу, делаю такое, как плато, плато от природы. У нас в Израиле это очень-очень популярно. Делают такие вот, как тарелки огромные, нарезают всякие разные фрукты. Ну, и овощи, короче говоря, я им даю. Почему у меня 2 набора, спросите вы? Кстати, такая тема интересная. Если вам будет интересно, я ее еще разверну как-то, может быть, в каком-нибудь вложике, или, может быть, в каком-нибудь отдельном видео. В общем-то, у нас раздельное питание в целях кашрута, или не в целях кашрута, а, ну, соответственно, с кашрутом, может быть, так. Мы особо его не соблюдаем. Но вот соблюдаем, у нас есть отдельно посуда и, соответственно, столовые наборы для молочных, для молочной еды и для мясной еды. Так, следующее, что я здесь вижу, я вам сейчас сразу покажу. Так, это у меня не херп, у меня вот эти вот коробочки, я их храню для своего хобби, которые просто приносят потрясающую кучу, триллион тонн удовольствия. Это, да, я покупаю тоннами на, тоже на Алиэкспресс, вот эти вот нитки. Мулине, да, это у нас из моей памяти мулина, потому что я когда-то раньше вышивала очень много крестиком. Моя мама меня научила. Мамуся, привет, ну, ты вряд ли смотришь, что это видео, но это неважно. Мама я вышивала крестиками, мы даже, они даже с папой ездили в Польшу и продавали целые наборы, знаете. Ну, потому что в то время надо было выживать, и очень много, мы очень многие друзья, и очень многие люди, вообще советские, ездили по Польшам, по Германиям, что-то там продавали, то, что делали своими руками, и покупали всяко-разно, разнообразные, привозили нам. Мама тогда моя увлекалась очень сильно вышивкой-крестиками, и у нас было вот такие вот стопки, просто журналов Burda Moden, и я тоже переняла вот эту вот любовь от нее, но в этом году, в это время я открыла для себя вышивку гладью, и покупаю тоже достаточное количество вот таких вот классных, это, кстати, у меня проект, это я еще не закончила, вот такое вот, вот, да, это у меня что-то рисую, из головы-то что-то беру, и я начала... Кстати, я как это вообще началось? От скуки я искала Эльки, когда мы сидели дома, в прошлом году, за весь прошлый год, мы просидели дома, ну, в общем-то, из 12 месяцев в садике, человек был в садике 5 месяцев, все остальное мы были дома, как и весь мир, короче говоря, и я сказала, так, давай, Лёля, мы что-то будем искать, ну, в итоге нашла себе игрушку, нашла себе новое хобби, вот такие даже ножнички я там себе купила для ниток, и вообще для вот этого всего, вот этого своего великолепия. Ставлю в Инстаграм свои работы, кому интересно, заходите, вот мой Инстаграм, я внизу всегда линкую адрес в Инстаграм, если вам хочется, подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм. А, кстати, вот я еще, ну, просто то, что я так, знаете, сгребала в доме, вот это вот тоже нашла, это Лёлина творение, то есть моей дочке Лианы, я это натянула сюда, а, кстати, это шторы, если кто, может быть, сомневался, это шторы, которые я обрезала, собственно, ручно сама, и киевские шторы, и у меня ничего, практически ничего не выкидывается в мусор, то есть то, что можно приспособить к жизни, то я приспосабливаю, так вот, это я и нарисовала, и она у меня вот так вот вышивает, раз в, просто умиляюсь, я когда вижу, что она сидит и вышивает, и просто у меня просто тает, тает все, что может потаять и вообще. В общем-то, люди, которые занимаются вот этими ручными работами, вот этими вот всякими разными творческими вещами, я вам, конечно же, рекомендую, есть очень много возможностей на Алиэкспресс, это все, конечно же, не стоит там, это все не бесплатно, но это все будет стоить в разы дешевле, я только говорю об Израиле, я не знаю, как в других странах, поэтому я говорю чисто об Израиле. Дальше, что у меня здесь идет, я по кругу так иду, я обложилась тут всякими вещами нужными, вот такие вот лампочки в шкаф, я их уже показывала вам не раз во влогах, значит, здесь такая как бы магнит, да, и есть еще магнит, который вы приклеиваете непосредственно в место, куда вам надо, я это покупала для шкафа, это три лампочки, такие вот лампочки, когда ты заходишь и в комнате темно, она реагирует на свет, она, кстати, заряжается от USB, вот видите, здесь такая штука, с каждой лампочкой шла прям вот эта зарядка, там, ну, в принципе, эти зарядки есть у каждого дома, но в каждой лампочке шла зарядка, это, в принципе, очень-очень круто, это одна из самых лучших вообще покупок, и мой муж постоянно говорит, он говорит, это вообще хит этого года, вот эти вот лампочки в шкаф, я не знаю вообще, как мы жили без них всю свою жизнь, но они просто потрясающие, вы открываете шкаф, она реагирует, лампочка, сенсор реагирует на тепло человеческое, включается, и через 15 секунд сама выключается, просто кайф, вы можете это вешать, знаете, там очень много фотографий, это, знаете, какие-то там, например, у кого частный дом, там, под лестницей там где-то вешают, если там какой-то подвальчик, или там какие-то двери, или там, или просто внизу вот так вот вешают, или просто возле кровати, но это не важно, короче говоря, вы можете повесить это где угодно, единственное, что вот эти вот штуки, конечно, не очень, но я просто так ставлю, знаете, вот так вот в шкафу у меня, ой, сейчас как упадет, ну, в общем-то, просто в шкафу я себе их там приспособила, и я уверена, что вы тоже сможете это сделать, если вам данная штукенция нужна. Всякие разные штуки для волос, это непосредственно заколочки, и я вам сейчас скажу такой дисклеймер, я еще не дошла, то есть я знаю, что очень многие покупают бижутерию на Алиэкспресс, очень многие покупают одежду на Алиэкспресс, все, да, все, что угодно, я как-то еще нет, ни разу не покупала никакие украшения, как говорится, да, не чураюсь с этого всего, то есть я, это, ну, как бы для меня это не какой-то табу, но как-то я, вот знаете, не дошла. Если мне надо будет для какой-то съемки, или для какой-то задумки, или для чего-то, такого я, конечно же, да, пойду и куплю, почему бы и нет, потому что такое разнообразие, что там вообще происходит, это, конечно же, очень классно, почему бы и нет, выгодно. Вот такие вот заколки я купила себе, это, кстати, я, ну, что-то меня еще ни разу не одевала, кстати, так вот тоже прикольно, да, фиолетово-зеленым, вот так очень сочетается, ну, в общем, так, у меня сегодня не такое настроение. Вот такие вот я покупала резинки, заколки, потом резинки для Элианы, Гулянт длины волосы, в общем-то, всякие вот такие вот классные заколки, резинки, которые постоянно-постоянно нужны. Резинки у них есть такое, я уже говорила, у них тоже такое, они постоянно теряются, сколько бы их ни было, они постоянно куда-то теряются, исчезают, растворяются, испаряются и так далее. Поэтому у кого есть, кому нужны вот такие вот резинки для волос, и вот, наверное, вот эти я больше всего люблю, такие, ну, в общем-то, я советую заглянуть. В прошлом году, в прошлом году я купила целый набор для пряничного домика, я сказала, капику сама, это дом, мы все делаем сами, т.д. и т.п. Дом я купила, то есть не дом, а все вот эти вот формочки, я не таскала сюда вот эти вот все прямоугольные и крыши и так далее, я просто вам хочу показать, опять же, все залинкую внизу, все, что найду и более туго, это такие елочки, да, то есть вы печете вот два вот этих вот, две такие печеньки, и потом вот так вот вставляете, и у вас 3D елочка получается. И, конечно же, для выпечки там очень много всего, и вот такие вот для дома пряничного, так, у меня что мысль ушла, поэтому мы переходим к следующему товарищу, которым я очень недовольна. Где-то в начале этого года весь инстаграм кишил вот такими вот наборами, в принципе, неплохой, да, почему здесь, потому что дизайн из был классный, есть очень много цветов всяких разных, розовых, голубых, коричневых, черных, белых, в общем-то, так, это муха. Я недовольна этим набором, я сразу скажу, одна из штук, ну, это не все, которые, да, были, потому что есть еще такая вот для, типа, как, ну, намазывать, знаете, когда взбиваете яйцо и мажете им тесто, вот такая вот штучка, я не знаю, как она называется, ни на каком языке, я не знаю, как она называется. И что-то здесь у меня вот так, смотрите, вот так, ну, вот, короче говоря, один раз это кто-то, один раз это осталось в кастрюле, короче говоря, я не советую, не рекомендую вот этот набор брать, может быть, взять что-то по отдельности, ну, короче, мне это не нравится, ну, конечно же, я его не выкидывала, в принципе, вот эти вот, вот этот пластик, он не окрашивается, в принципе, ну, видите, я его юзаю, да, видите, я пользуюсь вот этими штуками. Если вы видите мои готовки, тоже вы могли лицезреть, но я бы, наверное, если второй раз покупать, я бы не покупала, я бы купила немножко что-то подороже и покачественнее. Рекомендую, 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 если вы загадываете, если вы организовываете день рождения по какой-то теме, то я очень рекомендую проверить все аксессуары и все, что связано с днем рождения по той или иной теме на Алиэкспресс. В прошлом году, в этом году, кто видел мой влог Элианыного дня рождения, он видел все это добро, я вам просто покажу, в этом году мы загадали, то есть Элиана загадала, попросила день рождения в стиле русалочки, я вам сейчас скажу даже, почему это все еще до сих пор не поюзанное, почему мы это не использовали. Я, значит, организовала это все за месяц до того, как зашла и купила где-то на долларов, может быть, 30, долларов 70, купила всякого разного добра. Конечно, разнообразие вообще всего по тематике, это, конечно, зашкаливало, ну, просто такие вещи обалденные, да. Почему это все? Мы немножечко украсили, у нас Элиана дождение упало в аккурат на карантин, неважно, какой, неважно, чем связан, но мы не могли выйти из дома, к нам никто не мог прийти, поэтому я так немножечко поукрашала, немножечко даже это вам все показывала, это я оставляю, это я сохраняю, то есть есть кое-какая задумка, все-таки все, из всего этого поесть торт, но очень советую, правда, намного дешевле мне это все вышло, если бы я, например, покупала это здесь, в Израиле. Хочу вам показать, вот такие вот пазлы, которые все, наверное, знают, может быть, если вы не знаете, то это такие пазлы, которые очень прикольные. Вот, посмотрите, это пазл и это бабочка, вот она вот такая, красивая, если найду фотку, то поставлю, и вот пазл состоит из вот таких вот деревянных фигурок, и в это составляете, это, конечно, такая, так, я уже начинаю, мне уже начинает быть жарко, это такая очень кропотливая работа, и дочь моя сделала этот пазл с девушкой сына, короче, они сидели и были дико просто довольны, так, я вам сейчас так покажу, очень классная вещь, конечно, развивает все, что надо развить, и мне очень понравился этот концепт, единственное, что здесь не было рамки, то есть вот эта бабочка постоянно куда-то уплавала у них по столу, то есть если вы приобретаете вот такого типа пазлы, пазлы, то убедитесь, что есть рамка, да, то есть что есть рамка какая-то, в которую вы будете это все дело вставлять, и она не будет вас растекаться, разбегаться по всей поверхности, где вы складываете этот пазл. И еще несколько головоломок и всяких разных пазлов деревянных я и заказала, не буду все это вам показывать, просто еще посмотрите вот такой вот пазл, который мы все, кстати, собираем, взрослые любят вот просто это все вывернуть, и собирать, и, конечно же, всякие кубики-рубики, головоломки, и такие разные разнообразные вещи тоже очень сильно советую, потому что, ну, стоят буквально, ну, не знаю, ну, может быть, 3 доллара, доставка иногда бывает бесплатная, ну, это просто, ну, какой-то кайф, правда же, я иногда захожу туда, смотрю, что-то мне нравится, и я заказываю, потом оно просто каким-то сюрпризом приходит, у нас, знаете, такое поле чудес, и там мы приходим на почту, я специально спецом не проверяю, что там пришло, и такие, а, это это, а, это это, это классно. Кстати, я заказала ребенку два йо-йо, и где они йо-йо-каются, непонятно, где-то уже месяц прошел йо-йо-нема. Такой вот пазл, мне очень это нравится, и вообще качественно, да, вообще качественно сделано, посмотрите, как круто, да, ну, не сказали бы, что это Алиэкспресс, это такой скандинавский стиль, даже, знаете, в каком-то, в каком-то фэнси-магазине в Тель-Авиве такое можно было бы купить, но за 70 шекелей, я думаю, что человек просто, ну, отдаст, не глядя даже вот за такое, ну, я просто говорю, что я знаю нас, израильтян. Дальше, что хочу вам сказать, да, Алик меня просил, мой сын просил мне вот такую вот игрушечку заказать ему Леврона Джеймса, он у меня его фанат, там у него в комнате есть его фотографии, короче, всякие разные тоже такие вот штуки, тоже это, конечно же, получилось дешевле, чем бы мы заказывали это так, так что, если у кого-то есть, ну, в общем-то, если кто-то, может быть, любит, увлекается всякими такими разными, обратите внимание. Так, что еще я хотела заказать? Заказать я, наверное, пока что еще не хочу ничего, хотя всегда все надо. Я вот буквально, мы вчера с Ильяной забрали цепочку, это цепочка для сумки, это цепочка для сумки не моей, я вам покажу отдельное видео цепочку, которую я заказывала для сумки своей, и это что-то очень интересное, но я вам хочу сказать, что если вам нужна какая-то что-то для сумок, для сережек, для каких-то, не знаю, вам надо что-то починить, есть классные какие-то застежки, да, то есть я заказывала там 5 серебряных застежек, что-то за несколько долларов, и они пришли очень классно, в очень классного качества, потому что я там увлекаюсь всякими разными бисерами, всякими разными. Имеет место быть, проверить эти вещи тоже, и вот действительно качество классное, я вам сейчас покажу, вот такая вот цепочка, не знаю, когда она почернеет у нее, не знаю, когда она у нее, что-то с ней станется, но, как вариант, смотрите, даже вот так. Ну, в общем-то, я уже вам говорила, что в Алиэкспресс есть триллион бижутерий, я тут Америку никому не открывала. Очень имеет место быть, очень имеет место быть. Я покупала один раз всего лишь платье на Алиэкспресс, тоже мне это надо было для моей свадьбы. Я просто искала везде-везде-везде, мне надо было такое пляжное белое разлетающееся платье, я купила и также на Asos, то есть то, в котором я вышла замуж, оно было в итоге с Asos, но вот это вот платьишко-халате, которое я заказала с Алиэкспресс, тоже пришло, в принципе, нормального качества, надо его как-то, знаете, надо его как-то вынуть и как-то его носить, наверное, дома. Так, мне лень идти в кухню, но я вам скажу так, что для стульев, для ножек от стула, я вам вот здесь покажу фотографию отдельно, я тоже покупала на Алиэкспрессе, там очень много этих штучек, 200, по-моему, и это стоило мне сущие копейки. Я тоже регулярно меняю на стульях, на кухне у нас три стула, и я меняю регулярно вот эти вот штучки, потому что, ну, во-первых, это, когда ты двигаешь стул, во-первых, это тебе по ушам бьет, ну, и соседей я своих тоже берегу, поэтому я для стульев купила, и там есть очень большое, огромное разнообразие, вообще всего, цвета, размеры и так далее, и тому подобное. Очень-очень рекомендую, советую, у кого, кто покупает, проверить это на Алиэкспресс. И последнее, чем, наверное, да, свечки, боже мой. Хочу еще сказать, что мы еще на Алиэкспресс покупаем все, что связано с гаджетами, то бишь, все вот эти вот стекла, защитные стекла на телефоны. Надо сделать Google, чтобы вспомнить слово. Обложка? Обложка для телефонов? Обложка мобильного телефона. Чехол, боже, какая обложка. Чехлы, слава богу. Чехлы для телефонов, для таблетов, для компьютеров. Также я заказала, что-то месяц назад, или сколько, я не помню, когда, я заказала для своего Apple Watch ремешки. Я заказала два ремешка, и надеюсь, что придут и подойдут мне, я обязательно вам покажу. Да, то есть я заказываю это там, я не вижу целесообразно покупать пленочку, вот эту вот стеклянную для телефона, для того же лэптопа, или для того же таблета за 30 долларов, если я могу купить за 2 доллара, а эффект, как показывает практика, тот же, ну, как бы эффект тот же, поэтому зачем, я не люблю, ну, как бы одно из вещей, которые я не люблю, это чувствовать себя фраером. Ну, ты обалдела! Что я последнее вам сейчас покажу, это, конечно же, украшение на елку и для всех вот этих вот праздников. Смотрите, какие классные звезды, я их еще не украсила, вообще я комнату еще не украсила, поэтому вы это еще не видели, здесь три батарейки, конечно же, единственное, что это минус, это батарейки. Если вы покупаете украшение, то эти его с USB, то есть с розеткой такой, которая вставляется в электричество, в розетку, в розетку, которая вставляется в розетку, ну, короче, вы меня поняли, ребята мои дорогие, то, конечно же, это вам сильно облегчит жизнь и, как бы, ну, это, конечно, это удобно там, где у вас нет розетки, но все равно это надо где-то вешать. Короче говоря, у меня это очень красиво висело в нашей гостиной, в салоне, очень многие не поняли, что такое салон. Салон это у нас гостиная, гостевая, зал. Так вот, я это очень красиво вешала, такие вот обалденные снежинки, фонарики, у меня таких есть два набора. Вот эти вот, знаете, вот эти вот инстаграмные фонарики, гирляндочки, которые вот такими капелечками маленькими светятся, это тоже, это покупка века, это стоило полтора или два доллара с бесплатной доставкой. Оно у меня висело, оно у меня до сих пор висит на стене, тоже в салоне. Я обязательно покажу вам, как мы украсили наш дом, когда мы его украсим уже нормально и окончательно. Боже мой, 40 минут я протриндела. И я очень советую там проштудировать все вот эти вот игрушки. Я очень много в прошлом году игрушек заказала на Алиэкспресс. Это не те, ну опять же, это тут елка Элиана, тут всякое разное. Я очень советую посмотреть вам декор на Алиэкспресс, потому что вы можете найти такие классные вещи. В общем, я очень много всего еще покупала на Алиэкспресс, которые, естественно, я забыла. Но я думаю, что вы мой посыл поняли. Не бояться заходить на сайты по типу Алиэкспресс, проверять, конечно же, что вы покупаете. Смотреть какие-то рекомендации, таких рекомендаций, как рекомендательных видео, как я только что выпустила на Ютубе, просто пруд пруди. Вдохновляться и почему бы и не пробовать. Потому что, ну сейчас, знаете, в наше время, в наше время вот такое и точно такое же такое можно купить за две разные цены. Поэтому я за то, чтобы не, вот знаете, грубо вот это вот слово сэкономить, а просто чувствовать себя человеком и знать, что если вот этому цена вот та, что я заплатила, то я не буду покупать тот же товар в три, то и в четыре, то и в пять раз дороже, что имеет место быть, особенно в стране, из которой я вещаю, а это и траль. Все, огромное вам спасибо, что вы дожили до конца этого видео, что вы досмотрели до конца, это значит, что вам было интересно, это значит, что вы меня поддерживаете. Ваша поддержка мне очень сильно нужна и важна, поэтому огромная вам благодарность. Встретимся в следующем видео. Я с наступающими вас праздниками и удачных вам покупок на Алиэкспресс. Делитесь своими мастхэвами и вообще своими находками и покупками. Я все читаю и все вынимаю, вдохновляюсь тоже вами. Огромная вам благодарность и бай! Круто! Субтитры сделал DimaTorzok